Временно исполняющий обязанности президента Михаил Гимпу публично раскритиковал премьер-министра Владимира Филата за то, что правительство слишком много средств одалживает за рубежом. До сих пор критикой Филата у либералов занимался исключительно племянник господина Гимпу Дарин Киртуака. Теперь разногласия между союзниками по правящему альянсу вышли на новый уровень. В правительстве обещанные в Брюсселе 2 миллиарда 600 миллионов долларов считают большой победой и строят в отношении очередной порции донорской помощи не менее грандиозные планы. Это наш общий успех и сегодня мы можем очень ясно сказать, что Республика Молдова имеет необходимый инструмент, с помощью которого она может развиваться и может обеспечивать здоровый и устойчивый экономический рост. Михаил Гимпу, как оказалось, радость своего союзника не разделяет. Пару дней назад, посетив Бельце, председатель парламента даже публично раскритиковал Владимира Филата за то, что его правительство слишком много одалживает, опять наращивая внешние долги. Сколько мы можем жить в долг? Можем ли мы радоваться тому, что наша жизнь улучшается в то время, как мы взваливаем все проблемы по возврату кредитов на плечи наших детей и внуков? Думаю, что никто из вас не хочет такого. Никто от этого не чувствует себя счастливым. Сначала критика в адрес премьера прозвучала на встрече Михаил Гимпу с учителями. Аналогичный спич о том, что пора бы построить функциональную рыночную экономику, а не надеяться на кредиты, председатель парламента произнес и на встрече с сотрудниками местной муниципальной больницы. Главное – экономика страны. Не могут хорошо функционировать больницы, учебные заведения, не могут быть хорошими зарплаты и пенсии, если в стране нет функциональной экономики. Зарплатами в Молдове по-прежнему не густо, о чем медики и пожаловались на встречи с Рио президента. Хотя во время прошлогодней предвыборной кампании обещания правящей четверки клебались в районе 500 евро. Зарплаты действительно очень низкие и смехотворные. Если кому-то за границей говоришь о зарплате врача высшей категории, то просто для них это становится смешно. Они не верят, что такие зарплаты могут быть у нас в Молдове. Ясно, что бельские заявления Михаил Гимпу и прозвучавшая из его уст критика правительства – не что иное, как предвыборный пиар. Практически все политические партии давно уже включились в очередную предвыборную гонку. Политологи утверждают, что разногласия между либералами Гимпу и либеральными демократами Филата существовали с самого начала. А негласная война между ними за сферу влияния идет еще с декабря. Правда, до сих пор критикой Филата у либерала в основном занимался Дарин Киртуаке. Теперь в дело включилась тяжелая либеральная артиллерия. Оксана Юрьева, Сергей Струнгару, Виталий Драгелин. НИТ.